здравствуйте это вечерний канал максимадзе и мы продолжаем играть в игру gta 4 я активно пилю ролики по gta 4 я просто хочу уже наконец-то побыстрее и пройти быстрее все серии вы выложить записать пройти всю игру до конца я кстати прочитал что оказывается gta 4 вернулась в продажу в steam вернулась она и появилась в rockstar games launcher у меня такой есть там у меня устал там я запускаю игры рэда 3d мш 2 и gta 5 но там есть цель gta 4 я правда не могу там установить gta 4 обновления gta 4 потому что у меня она не официальная линии лицензионная версия gta 4 в интернете скачивал ее в тот момент она когда я ее скачивала она уже не продавалась поэтому и скачал с другой стороны я и деньги конечно тоже не хотел тратить и я все деньги я копил вот на вот это вот новое мобильное устройство сяоми ноут 8 на десятом андроиде в общем все круто короче а эта штука взорвется интересные встречи с ней выстрелить ну ка давайте попробуем ух ты нифига себе у него туда я что то никак то не обращал внимание на это а туда ничего не упало дуэйн сынок это я не хочешь выпить прости у меня долл нет мне не доводить кризис на мэн окей будешь свободен звание позвоню позвоню обязательно позвоню но я просто я просто не не люблю пить не люблю становиться пьяным в этой игре я боулинг тебе в следующий раз предложу сыграем как нибудь короче фрэнсис макриди прислал сообщение говорит что нужно срочно встретиться этим то мы сейчас займемся м убрать в питании 4 эпизод с фромом либерти сиди все ее дополнение вернулись так сказать там еще убрали связку с гейнс фор виндос лайф потому что гейнс фор виндос лайф давно закрыт мультиплей по из-за этого пришлось брать мультиплеер да это конечно плохо но ничего не поделаешь это онлайн играйте почему ты мне не сказал что дерек вернулся что почему ты мне не сказал что зависал с моим братом я подумал что если тебе это так важно я бы сам выяснил но вот я выяснил господи ты знал что у дарека проблемы да но он болен он всегда таким был он постоянно вмешивается в чужие разборки представляет себя дураком подставляет людей скрывается в бегах он просто идиот и трус в придачу но это не мое дело чем он там не руководствовался он предатель он ушел отсюда первым потому что его поймали за руку когда он выпустил в карман мафии он жалкий аферист ладно я понял дальше что теперь он пытается сломать жизнь мне плохо когда твои братья ты куча мошенников теперь он угрожает мне что расскажет все журналистам о его семье и обо ну скажи ему чтобы он держал язык с зубами я хочу стать комиссаром полиции просто выставляю себя на паш смешище полицейский у которого брат известный про мира и предатель ах знаешь я умею разбираться с всякими аферистами но у меня есть свои методы в этом случае они бессильны тогда у тебя большие проблемы у меня? нет нет это у нас с тобой проблемы мой друг ты остановишь его остановлю остановишь убить твоего брата он и так уже умеет просто избавь его от сараданий да пошел ты нет это ты пошел приятный мы встречаемся с ним на сквере в бисмак в ланцете разберись с ним пусть его жизнь станет трагедией а не катастрофой делай это или мне придется тебя убрать не трогай меня поезжайте в парк ланцете тачку надо бы достать а я могу же взять такси мне деньги не жалко совершенно у меня до хрена денег он жопой жуй у меня денег 365 тысяч долларов мы идем на бисмарк я знаю крутой способ нико слава богу ты ответил прэнки назначил мне встречу в парке на бисмарк он хочет меня убить копы убивают знаешь это где-то далеко от него придешь добраться да ты можешь успеем выруби его прежде чем он дергается говорю тебе вопрос в том что кто из нас будет ходить по свету печали смерти а кто будет менять в могиле понимаешь черт аккумулятор телефон не сидит пригляди за мной ладно фасшисты не позволят мне туда но я могу оставить тебя рядом если все хорошо Франсис я готов какой у нас план надеюсь ты перешагну через себя и готов к брату убийству не забудь что у меня до сих пор лежит компромат на тебя это не очень хорошо но у нас обоих нет выбора похоже на меня нет выбора один из братьев Макрири должен заказать не другого именно это я и хотел услышать я хочу чтобы ты поднялся на крышу одного издания юлики моющих займи удобную позицию избавь делекателем моих клинических страданий не помахни с Нико ты меня не волнуйся я попадаю в кого в колотель заберитесь на люльку для мытья он воспользуйтесь люлькой воспользуйтесь строительными лесами чтоб подняться на крышу можно управлять этой фигнёй для перемещения используйте ой я не на ту кнопку нажал подняться на крышу это может быть синий я не заходил на крышу что это сервера Ты мог бы попасть на кушетке? У меня все хорошо. Мне жаль, что у тебя так сложилась жизнь. Когда будете готовы, убейте Деррика или Фрэнсиса. Многие игроки убивают Фрэнсиса, потому что он шантажирует Нику в своих целях. Но я убью Деррика. И когда я первый раз проходил, я тоже убил Деррика. Потому что у Деррика и так страдания, конечно. А он полицейским стать может полноценным. А вот у Деррика проблемы, конечно. Если я убью Деррика, я получу от него функцию от Фрэнсиса. Уход от полиции. Можно будет уходить от полиции. Если уровень розыска не выше, чем 3 звезды. А также 10 тысяч долларов получу. Поэтому раз, два, три. Я получу удобный. Я офицер полиции. Пожалуйста, расходитесь. Деррик, это же мой брат. Спуститесь с крыши и покиньте этот район. Вот так вот закончилась жизнь Деррика. И ему было 56 лет, по-моему. Так, пока на радаре ничего не появляется, видимо, надо звонка какого-то ждать. Дома у меня тоже недоступны пока квартиры. Будем ждать звонка. А! Надо было покинуть район. Ну, ладненько, 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 ладненько. Я сделал то, что ты хотел. Убил твоего брата. А ты думаешь, я не знаю? Это произошло прямо передо мной. Я буквально чувствовал, как ты смотришь на меня через пересел. Что ж, в Сибирь все кончено. Дальше на что-то расходится. Джерри и Паки уже. Я тебе не скрываю, что делают. А ты выродок, притворяющийся. Как идущийся значком. Знаешь что, Фрэнки, пожалуй, я тебе сам воспользуюсь. Если мое дело запахнет керосином, я его позвоню тебе. Ведь разберешься с этим, ладно? Похоже, у меня нет выбора. Теперь можно... Нет. Стой. Пока и нельзя еще. Так, теперь нам остается только краю бачи наехать. У нас больше ничего не остается пока. Едем, 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 едем. Сейчас должна появиться функция... О, Фрэнсис прислал смс-ку. Я тут устроил одну штуку. Когда у тебя на хвосте будут сидеть мои друзья, копы, позвони мне. Может, я что-нибудь придумаю, Фрэнсис. Теперь можно... Если уровень розыска не больше, чем 3 звезды, можно позвонить ему, нажать уход от полиции, и он... И он может... То он может остановить полицейских. Полезная функция. Вот поэтому-то я и убил Дерека. Если бы я убил бы Фрэнсиса, мне бы никакой награды бы не выдали. Да, Фил, конечно, конечно, конечно. Фил, послушай. Ты знаешь, я знаю тебя. Я ничего не под этим не подразумевал. Нет, нет, полегче. Полегче, Фил. Скажи, Джимми, что я передавал вам привет. Ладно, пока. Прости. Пока. У нас проблемы. У кого? У нас с тобой? Да. Но у тебя... У меня есть два варианта. Первый, ты меня обчистил. Второй, лук с дружками обчистили нас обоих. Эй, я оставил им товар, чтобы они передали его тебе, как это было велено. Может быть, ты присвоил его себе? Может, конечно, но если было бы правдой, я бы тут сейчас настоял. А ты не туп, как кажется-то. Лука тусуется на Калл-стрит. Навести его и забери товар. Надо, чтобы всем по заслугам надавать. Значит, эти мусорщики забрали бриллиантики себе? Козлы какие, а. Ух, козлы. Ух, козлы. Ах, хи вообще недалеко. Абсолютно недалеко. Лас-Вентурас, детка. Мы сами по себе будем хозяевами. Лука, я хочу вернуть эти бриллики. Я не понимаю, о чем ты никого. Я передал все бриллианты Рэйли. Мы оба знаем, что это не так. Да пошел ты нафиг, хрен, капустный. Может, это ты их вообще себе присвоил? Именно это я и скажу ему. Игра окончена. Сваливаем отсюда. Козел, блин. Товарищ, засада. Блин, я убил пешехода. Блин, почему он не умирает? Я же ему по башке прям не стреляю. Блин, я уже троих пешеходов убил. А, нет, второго пешехода это они убили. Да ё-моё, ну что это за дрифтер такой, а? Выскочил на дорогу. О, такой же фургон, как у меня. Представьте себе. Вот тот, тот абсолютно такой же. Ох, ё-моё, ну вот что они делают, а? Надо их обогнать. Точнее, его надо обогнать, потому что его ребята уже сдохли. О, ой-ой-ой, а чё он виляет-то туда-сюда? В глубине души сгорает от огромного стыда. Да стой ты, говнюк. Извини, я вас постараюсь не трогать. Вы мне ничего не сделали, и я с вами тоже ничего не сделаю. Куда это они собрались? Нет, его ребята живые, блин. Я же, я же, я разве не перестрелял их? Бандиты хотят скрыться в парке, прикольте себе. Они воскресли! Они воскресли! Чё это ещё за бред вообще? Твари, засады! Твари, засады! Луки в туалете спрятался, вот говнюка. А как я должен это, типа, узнать? Мне игра подсказала. Выходи, Лука, поговори. Поговорим. Это не ты. И это не ты. Где ты прячешься? Козёл! Я разобрался с бригадой Луки и забрал твои бриллианты. Значит, разобрался? Я велел себе вернуть камешки и всё. Ну, в общем, без разницы, они мертвы, товар у тебя. Хочешь забрать их, приезжай к мосту Миддл Парк. Подъезжайте к крылью. Ну, блин, а чё я должен был с ними сделать? Я только мог их убить. Машину нашу ещё уничтожен. Козлы. Блин, вот зря я стрелял. Наверное, потому что сейчас хот-доги я не могу убить. Она ещё будет разгораться. Полчаса. Полчаса будет гореть. Сколько она ещё будет гореть? Блин, да сошибую её нафиг уже. Господи, боже мой. Сколько можно-то? Господи, боже мой. Спасибо, Никита. Никогда не знаешь, кто тебя всадит нож в спину, а? Спасибо тебе за совет, да. Снова выполним задание рыбачины. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, типа осторожней, блин. Хотя это я под машину-то, по сути, полез. Но сначала в магазин оружия заедем. Потому что мне нужна броня. Для следующего задания пригодится броня. Спасибо. Так, нет, подтягиваться... Нет, сейчас не время подтягиваться. Так, я прикуплю немного оружия. Вот этот... А этот ещё недоступен. Печальненько. Вот бронежилет. Бронежилет не нужен. Так, а этот карабин? Всё, больше ничего, наверное, не надо. Ты до сих пор выходить отсюда не можешь. Да, я скоро приду, детка. Послушай, почему бы тебе не надеть ты эту розовую штучку, а? Розовую с маленькими перышками. Ладно, ладно, мне надо идти. Нику, иди сюда. Дети, тебе чертеносили, извини, ты же знаешь, каковы. Да, знал, каковы сидеть на краденых бреликой стоимостью 2 миллиона долларов. Хвост за тобой был. Нет, вряд ли. В этом городе полно крыс. Кто их знает. В чём дело? Я хочу, чтобы ты сбыл мои камешки. А чем ты мне оплатишь за это? Что значит, чем оплатишь? Я за тобой приглядываю. Не нужно за мной приглядывать. Лучше помоги мне найти кое-кого. Я сказал тебе, у меня есть связи. Посмотрим, что я смогу сделать. Посмотрим, что я смогу сделать. Этого недостаточно. Дай мне слово, что найдёшь его. Я же сказал, я за тобой пригляжу. Это и впрямь круто. Только в том случае найди кого-нибудь другого. Счастливо. Эй, ты чё, шутки со мной? Нет. Я постоянно оказываю тебе услуги, а ты мне оплатишь какой-то фигнёй. Предоставь мне гарантию, что найдёшь этого человека. Я знаю, что он в моём городе. Дай мне слово, либо пошёл в жопу. Я сыт по горло. Хорошо, считаю, что ты его получил. Вот тебе моё слово. Отлично. Кто он? Флориан Кравич. Флориан? Махиво Кравич? Точно! Ладно. Хорошо, даю тебе слово. А теперь отправляйся в Либертуниан. Там ты встретишься с одним парнем, Джонни. И вы вместе пойдёте и толкните бриллианты этому человеку. После этого ты отдашь Джонни половину денег, а оставшуюся её переведёшь сюда. Ждёт, пока ему заплатят. Всё будет хорошо. Ты особо не рыпайся. Людям всегда проще работать в компании. Да, ясное дело. Их пострелить куда легче, чем одного. Это товар. Нет, это мой завтрак. Смешно, 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 смешно. В следующей серии мы, наверное... Наверное, в следующей серии где-то мы встретимся с Флорианом Кравичем. Он. Скоро уже будет Флориан Кравич. В следующей серии уже, наверное... Круто, да? Короче, мне нужна машина. Давайте мне эту сюда, таксишку сюда. Даже не... Вот так вот я её возьму. Я хочу проверить... Э... Эту систему... Уход от полиции. Ну-ка, давайте-ка постреляем немного. Чего-нибудь, во что-нибудь. Да чё, полицейских-то нет. Во, вот они, полицейские. Давайте попробуем позвонить Фрэнсису. Серьёзно, что ли? Не всегда он может это сделать. Далеко, блин, не всегда, блин. Джо... А может, эта фигня работает только... Тогда, когда я не на задании? Блин, здесь нельзя никак. Я в него врезался, и вы согласитесь, мне подвести, да? Сокиняк. Видимо, в свободном режиме вот это только работает. Ладно, потом проверим в свободном режиме, как это работает. Эй, здорово, мужик, как дела? Эй, ради основания, взаимно. Будем надеяться, что всё пройдёт лучше, чем в предыдущий раз, да? Ладно, пойдём внутрь. Господа, господа, простите, небольшая предосторожность. Вы же сами всё знаете. Нет проблем, сделаем это. Давайте посмотрим на товар. Мори, иди сюда. Эй, раз пошли такие... Смотрим, давайте уж поливуемся на деньги. Без проблем. Вот они, прекрасные, не правда ли? Непомеченные купюры, нигде не засвеченные, нуждаются в дополнительной чистке. Отлично, Нико, покажи ему товар. Зацени, Мори. Исак, взгляни на них. Шикарно, правда? Они изумительны. Луис Лопес. Так, ублюдки, никаких глупостей, если жить хотите. Пошёл ты. Забирай, это дерьмо. Луис Лопес так же силён, как и Нико... Такой же сильный, как и Нико Беллик и Джонни Клебец, вот этот. Потому что это главный герой дополнения баллада Гейтони. Он пришёл их не для того, чтобы украсть бриллианты, А дело в том, что именно у его босса украли эти бриллианты. А эти бриллианты вообще принадлежали мистеру Болгарину. Нико не знает, а вот мы знаем. Я знаю. Да и вы тоже, наверное, знаете, если проходили эту игру. Блин. Так. А почему на меня напали, интересно? Я чё, чё-то плохое, чтобы сделал? Я всего лишь бриллианты хотел сбыть. Не я их украл. Джонни Клебец в студии. Когда мы будем проходить дополнение баллада Гейтони, мы так, нам также придётся взобраться в то окошко Луисом Лопесом и начать по ним стрелять. Зачем он к оценке стрелять будет. Джонни Клебец, кстати, был в другой одежде. Не то, что здесь. Должен быть другой одежде. Немного в другом костюме. Потому что в дополнение пропасть и обречённый он для них никогда не менял одежду. Там ещё один пресс. О, вот это мне очень нужно. Сколько же их там ещё, а? Вот он. Там никого нету. В общем, я вижу, что это, что такое. Теперь, помните, или я закончу свою войну. Играй! Играйте! Играйте! Девушки отдыхают! Черт побери! Девушки отдыхают! Девушки отдыхают! Да фиг с вами! Совсем! Этот пистолет мощнее, чем тот, что у меня сейчас А это нам не нужно! А это нам не нужно! Не торвитесь от ребят Исака! А почему Исаки на нас напали? Мы ничего им не сделали! Или он подумал, что это мы в засаду ему такое устроили? Так, уедем на одну из этих машин Девять тысяч пятьсот рублей мы заработали! Всем огромнейшее спасибо за просмотр! С вас лайкосы, подписывайся, сменяя печные видосы! Подписывайтесь также на запасной канал и группу ВКонтакте! Всем до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok